Россия не на стороне Асада, и вообще политика России очень сильно напоминает политику Советского Союза накануне Второй мировой войны. Когда Советский Союз выступал против вторжения гитлеровских войск и в Чехословакию, и во многие-многие другие страны накануне, и был против Мюнск, Сквозгор, и так далее. Но самая геополитика всегда одинаковая, что сейчас, что сто лет назад, что двести, что пятьсот. И в России отлично понимают, что природа давления американцев на Сирию, ну понятно, что никак не связана с гуманитарными вопросами, потому что в результате этого давления в Сирии уже умерло раз в сто больше человек, чем могли бы быть любые внутренние проблемы страны. Благодаря поставкам американского оружия, благодаря вот этому истории с химическим убийством детей для цели американского вторжения со стороны Аль-Каида. Аль-Каида, не забывайте, это американское подразделение. Я, когда служил в Афганистане, еще наша 40-ая армия с ним воевала. И, естественно, она полностью находится в содержании Соединенных Штатов. Это просто, это типа французского иностранного легиона, только в Штатах. Поэтому это, считайте, прямо американские войска вторжения находятся в Сирии. Дальше вопрос, оставят ли они в покое Сирию? Ну, конечно, не оставят. Да, вот сейчас удалось Путину отбить на время, в том числе в силу колебаний союзников, англичан и так далее. Но понятно, что американцам нужно уничтожить Сирию для того, чтобы демонстрировать тотальный мировой террор. Что они не в курсе, что в их отрядах вторжения в Сирии воюют людоеды, которые публично выревают сердца и их едят под камеры? В курсе, что они не в курсе, и что их отряды, аль-Каиды, изымают детей из семей для того, чтобы их уничтожить в газовых камерах, как Гитлер? В курсе. Они все это знают. Но они все это поддерживают для того, чтобы мир ужаснулся, по той же причине, что и Гитлер делал газовые камеры. Чтобы мир ужаснулся и не стал с ними связываться. Чтобы оставался в статусе плательщика Дани, чтобы не возражали Соединенные Штаты Америки. Это политика мирового террора, устрашающего. Именно для этой политики американцы Сирию обязаны завалить, уничтожить, публично казнить. И минимум, чтобы там несколько сот тысяч человек было казнено на площадях. Это им надо, чтобы держать в покорности Россию, Китай, своих союзников в Европе, Англию, всех-всех-всех. Вот логика Соединенных Штатов. После Сирии это будет Иран, потом Украина, потом Россия. То есть те отряды, не случайно в Сирии воюют отряды из России, которые американцы набрали в России. Это потом будет обязательно вторжение в Россию на каком-то этапе, потому что Россия американцы рассматривает как главного врага, который не дает им возможности грабить весь мир.